Чёрные появились позже, со стороны ботанического сада. Чёрные. Огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рождённые, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооружённых людей. Чё за... Это неправда. Правда? Страшней. Я вот тут недалеко раньше жил. Мол, до войны ещё. На Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там. А это... Чёрные! Что такое? Чёрт! 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 Что творится? Оставьте, Диан! Не добимся! Отстаньте! Отстаньте! Синька! Нет! Что такое Синька? Твою мать! Артём! Артём, просыпайся! Артём, это я, Хан! Ханушка! Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём. Я был на пепелище Улья Чёрного. И видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навёл на них ракеты. Хан! Ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Немедленно! Да-да, Ульман, сейчас! Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход! Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной! Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Окей. Пошли, сказочник! Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Старая добра зажигалка. Даже фотки перенесли. Даже фотку этого хантера. Ты знаешь, мы-то уже давно, а я всё привыкнуть не могу. Старое место, как путешествие. Никогда бы не подумал, что такие огромные бункеры вообще бывают. Говорят, ещё пристали не строить, значит. Строили, строили, пока СССР не развалился. Они-то знали, что война будет. Готовились. Это народ светлое будущее верил. А начальство — конец света. И что помогло? Нюз. Здорово, Артём. А этот парень, кстати, был в той группе, которая до шесть нашла. Да, сразу же тон дали. А я вот в новобранцах два года гонял, пока меня в орден приняли. Так о чём мы там? Не знаю. Я вот не могу никак привыкнуть. Реактор заработал, свет есть, тепла сколько хочешь. А мне как-то не по себе. Не может быть так хорошо. Да ладно тебе. Считай, это подарок нам. От предков. Глядишь, с ним и не загнёмся. Проследим ещё лет сто под землёй. А там и на поверхности жить можно станет. Ах, если бы. Ах, если бы. Не спит, а родине будет. Не, мужики. Не знаю, как вы, а я на поверхности. Каждый раз, как в последнем. Слышал, что с группой Романова случилось. С Романовым? А с ним-то что могло стрястить? Он же в лазарете валяется. С того самого похода в Великую Библиотеку. Выписали его. На той неделе его группу отправили через болото на базу в церкви. Он единственный, кто живым добрался. Иди ты. Вся группа полегла. Там же вроде всё спокойно было на болото. Видишь, вешки? Идёшь по ним, чтобы не потонуть. Ласторогих, конечно, много, но пройти можно. Кто там целую группу перебить мог? Чёрт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Когда смена пришла, в церкви он один был. Сидел на полу и молился. До сих пор сидит и молится. Не жрёт ничего, людей не замечает. Будто только он, да бог, а больше никого в мире нет. Главное, не говорите ему, что бога тоже нет. Ах ты, маленький, чёрный. Не добиток. Давай, давай. Тебе ещё пять подходов по 30 раз. Ты посмотри на тех двух салак. Неудивительно, что полковник приказал удвоить время на письмотку. Работай дальше. Слышал о твоём подвиге, пацан. Уважаю. Говорят, на болотах завелась какая-то нечисть. Пострашнее этих, твоих чёрных. Туда лучше не соваться. Круто ты поджарил этих чёрных. Боишь ты им туда высыпался. Я думаю, правильно приняли тебя в ордер. Такие ребята нам нужны. Здорово, герой. И тебе не хворать. Говорят, сам мельник хочет тебя видеть. Привет, Артём. Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока, давайте... Давай. Итак, приступим. Прежде всего, ротиканс. Без противогаза на поверхности решать не ступишь. Одна пыльчего стоит. Фонит до сих пор, да? Хоть яйца запекать. Да и в метро есть заражённые участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Всё, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай. Зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять. Бьют они больно. Но лучше всё же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужной стрессы. 30-х патронов. Серьёзно? 160? Может плохо. Снайперские боеприпасы. Чё-то новенькое. Отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай, какие нравятся и испытай их в тире. Обычно рейнджеры носят по три ствола. И выбор их зависит только от тебя, Артём. Насады. Насады лучше стреляют. И не говори, что припаски. Я сегодня всё прислиял сам. Будет ли у меня до подстанения тренироваться? На исходную. Заряжай. Огонь! хорошо быть на зарплате да твою мать где оптика и револьвер куда без него надежная машинка и проверка мишени это просто праздник какой-то ладно теперь отправляйся в тир и попробуй выбранное оружие если захочет посмотреть что-то еще артём а а а а а улавливаешь надо так что смотри значит брак бронирован попробуй выстрелить в голову а 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 Может, это и не буркер никакой? А что тогда? Не знаю, но двери эти заперты, видать, неспроста. Мельник вызывает к себе командиров звеньев. Будет большое забрание. Чё-то жареным запахло, а? А я вчера дежурил в командном пульте. Ну и подслушал случайно. Что-то начинается. Ты о чём? У красных мобилизаций загребают всех подряд. От стариков до подростков. Учение, учение. Точно война будет. С кем воевать надо? С кем всегда, наверное. С фашистами, с рейхами. Про фашистов слышал, кстати. Наши последствия сели сразу три развергруппы рейха. На поверхности. Их там отродя столько не было. Три группы? Где? Две, недалеко отсюда. И ищут что-то. В засаде серый был. Говорит, похоже, входы ещё. Чёрт. Думаешь, знают про Д-6? Может и нет. Но подозрительно это. Полезут, так получат. Мельник охрану втрое усилил. Да потому и усилил, что знают о фашистах. Но всё же, если они путь узнают, думаешь, орден выстоит против рейха? Орден не воюет с государством. Мы же всё метро оберегаем. Всё человечество. От чудовищ, от мутантов. Кто на нас пойдёт? Я ведь не досказал. Была и третья группа фашистов. Помнишь? У вас не только её видели. Наверху. У нас там был внешний дозор. Калёный и скальпель. Но вот они передали, что видят фашистов. Большую группу. Потом передали, что фашисты видят их. А потом связь оборвалась. Погоди, погоди. Это что? Калёный пропал? Не пропал. Нашли его. И скальпеля. Оба свинцом нашпигованные. По контрольному в голову. Не может быть. Я же с ним вот три дня назад только... День рождения у него был. Что за отморозки это сделали? Ах, по щёке. А это что за бед? А что вы хорошо разбираете... Полковник Мельник запретил покидать обследованные зоны. Вчера разведгруппа пропала в одном из логовых панелей. В одном из логовых панелей. Так, Лёха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого-то слышал? Ты о чём это? Мы ребят из закладной лаборатории спросили. Чёрт! Что он там уже натворил? Открываю! Ладно, пошли. В гробнице повелителей древности клали всё, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жёны рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Прям внизу убрали, я смотрю. Хорошо. Перестань нести ерунду. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружия множества, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и макил, а все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнёшься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А чёрт его знает, Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась, дверь вскрыта, всё разворочено, а Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там, вроде химическое оружие. Хотя чёрт его знает. Капец. Сейчас мне полковник за Лесницкого нераскалённую арматуре, но загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. У меня есть! Не бойся. Ладно, пошли. Да, взять-то мы Д-6 взяли. Насколько ждут выходов и входов. Целый город, тайники, бункеры. Хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. Только что ребята вернулись с кольца. Героят Ганза укрепляет свои погранпосты по всей линии. Особенно те, что к красным и к фашистам поближе. Фашисты зашевелились. Только что в штабе шум был. Они с красными на поверхности сцепились. Два ударных отряда. А что не поделили-то? Да кто их знает? Че они вообще на поверхности делают? Отродясь же ж не совались. Штабные шепчутся, что это не входы еще. К нам, сюда. Шило в мешке не утаишь. Как мы это место нашли, всем остальным тут же приспичило. Думаю, придется делиться. Сидишь ты в яме с голодными волками и думаешь, придется делиться. Они сами тебя поделят, брат. На части. А потом друг друга. Они никогда еще на орден не замахивались. Это потому, что орден всегда был как еж. Мяса мало, да и то попробуй возьми. А теперь-то мы мяском обросли. Можно и пооблизываться. Слышали про Рыжего и Каленого? Говорят фашисты. Ну и если это они. Мельник такое не забывает. Из-под земли достаток. Всех. И замочит в сортире. Да шутимся мы, точно тебе говорю. Знаешь, такое ощущение, как раньше, до войны еще. Летом. Перед грозой душно так становилось. Дышать невозможно. Вот и сейчас. Да мне два года было, как война началась. Я вообще ничего про тот мир не помню. А ты мне про грозу какую-то. Хм, точно. А сын мой, небось, уже и слова-то такого не знает. Вернусь домой, спрошу у него. Хорошо бы вернуться. Мельник приказал отовсюду людей выводить. Всех забираем сюда. Послушаем, что на собрании скажет. Дерьмовое у меня предчувствие. Когда мы Д-6 нашли, помнишь, Мельник говорил, с этим богатством, с этим оружием, людьми опять станем. Поверхность от мутантов очистим. Человек снова будет звучать гордо. Ну, а ты чего ожидал? Голодные собаки такой жирный кусок учуяли. Ясное дело, передерутся. Да я просто думаю, нам вроде как всем спасение дается. А мы войну затеваем. Это, брат, не мы. Это все они. Мы-то белые и пушистые. Ага. Такие пушистые аж пулеметные точки на всех входах поставили. А пусть не лезут. На чужой каравай рот не разевает. Мужики, а кто-нибудь знает, в чем дело-то? Зачем вызывают? Говорят, красные мобилизацию объявили. И еще такое слышал. С Ганзы. Что там? Говорят, красные засылают через нейтральные станции агентов на Ганзы. Что-то готовят. И фашисты, похоже, узнали про нашу сокровищницу. Ищут теперь. А они вообще знают, что тут есть? Или так? Ну, знаешь, если бы думали, что тут склад памперсов, не рвались бы так. А если и вправду найдут входы? И штурмовать? Каждый наш пятерых красных стоит. На фашистов обменный курс не хуже. Ну и что? На красной линии тысяч пятнадцать народ. Массой задавят. А нас всего-то хорошо, если двести человек наберется. Какая разница? Сколько их, сколько нас. Будем стоять до конца. До последнего. И все. Вот-вот. До последнего. Герман, эти Кмельников штаб. По вызову. Так точно. Проходите. А я, пожалуй, и здесь подожду. Я к начальству сам. Потом. Без вас. На-ка, возильщик. Артём, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение чёрных – худшая ошибка в истории человечества. Что, если они вовсе не хотели нам вредить? Что, если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер – лучший боец Ордена тоже. А ведь именно он говорит, что если мы не будем сражаться за жизнь, нас едят. Это закон эволюции. Принято. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Спотниковая связь. Хорошую штуку раздобыли. Девятый нашу штуку. Продолжайте наблюдение. Как слышите? Продолжайте наблюдение. Приём. Рота тяжёлой пехоты. Красные. Принято. Постарайтесь продержаться до прибытия группы поддержки. Как поняли? Приём. Двенадцатый. Двенадцатый. Красные. Конец охренели. Вашу базы хорошо. Заняли базу на болоте. Церковь. Без происшествий. Принято. Пешки установлены. Принято. Всем командирам звеньев, находящимся в Д-6. Общий сбор через 10 минут. Так, Артём, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В Ботаническом саду я видел чёрного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Чёрный худший из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, чёрный один. Он нам не угроза. У Артёма дар. Я думаю, он найдёт с чёрным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артём, отправляйся с Ханом и найди чёрного. С вами идёт наш лучший снайпер. Анна! Есть! Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить чёрного. Что? Да как вы... Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывезьте его. Артём! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров! Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, чёрный уже успел покопаться у него в мозгах. Согласен. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперёд! Что застыл, кролик? Давай за мной! Артём, скажу прямо. Чёрный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если чёрный тебя возьмёт под контроль, у неё будет две цели. Так что осторожней. Лесницкий оказался внедрённым агентом. Ваша задача — перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Так точно. Если ему удастся уйти, метро может ждать катастрофы. Так что, если не сможете взять живым, берите как получится. Есть! Выполняйте! Ну, пойдём! Ещё скажи, что веришь этому психопату Хану? Мир с чёрными! Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый ульей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро? Чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами как марионетками? Да это же всё равно, что договариваться с дьяволом! Даже хуже! Отойди от края шлатформы, подаём монорельс. Он на аккумуляторах? Да, кролик. Заскакивай. Пробнуть стоило. Всё, кролик. Это место себя исчерпало.